Здравствуйте! Я хочу познакомить себя. Я воспитатель Назарбаев интеллектуальной школы химии и биологического направления Алиханова Гульзира. Я руковожу кружком, которое называется вязание. Будем сегодня вязать крючком. Вот такие вот изделия различные. Я вам покажу самые несложные, простые узоры. Что нам понадобится для этого? Для этого нам понадобится пряжа разных цветов и крючки. В соответствии с толщиной вашей пряжи различного размера. Вот такие вот крючки, ножницы. Как начинать вязать крючком? Для этого вот так вот держим начало нити пряжи. И смотрите внимательно, вот таким вот образом. Вот здесь вот придерживаем на конец пряжи и начинаем набирать воздушные петли. Набираем 5 петель воздушных. Вот такие вот петельки набрали. Затем мы их соединяем. Провязываем соединительную петлю, чтобы соединить в круг. Это будет центр нашего изделия. После того, как вы соединили в круг, мы начинаем провязывать столбцы. Вот так у вас получаются провязанные столбики. Далее следующая техника, это у нас как вязать арки. Это у нас воздушные петельки набираем в 3. И с накидом начинаем следующий столбик вязать. То есть у вас получается вот такая вот небольшая арка. Вязать крючком очень несложно, как кажется. Поэтому я рекомендую всем начать учиться вязать крючком. Вязание очень полезно для человека. Успокаивает, снимает стресс, медитирует. Вот я вам показываю медленно, как провязываю крючком вот такие столбики. Продеваем нить вот таким вот образом. Повторяем. Вы можете вязать и крючком, и спицами. Смотря что вы хотите связать. Вот такие вот салфетки очень красиво получаются у нас крючком. И еще раз вам хочу показать, как делаются воздушные петли. Это вот такие получаются затем у вас арки. Вот так набираются воздушные петли. Затем у вас получается вот такая вот арочка. Я вам хочу показать наши изделия, которые нужно связать крючком, используя несложные, обычные узоры. Также вы можете связать, если у вас есть желание, связать всякие вот такие изделия, необычные. Можно вот сумочки связать. Тоже крючком все связано. Вот такие вот сидушки можете связать дома крючком. То есть правильно использовать свое свободное время. Используя. Всем хочу пожелать здоровья. Здоровья вашим близким. До скорой встречи. 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 Продолжение следует...